Эта копейка досталась Максиму от деда. Автомобиль старшего владельца на десяток лет. Оба рожденные в СССР. У «Жигули» об этом напоминают терп и молот на крыле. Когда он ее купил, в тот же день, 23 мая 1979 года, капот открывает, одна написана на крышке, на клапанной «Наташка». То есть имя такое еще с завода, не знаю, может быть, или магазин. Первый автомобиль марки ВАЗ-2101 или «Жигули» сошел с конвейера 42 года назад и сразу же поставил в неловкое положение отечественных разработчиков. Название «Жигули» было созвучно арабскому «Джигуль», что в переводе значит «вор», поэтому на экспорт машины шли под маркой «Лада». Это сейчас про копейку много шутят и посвящают ей песни. В 70-е и 80-е машина была семейным автомобилем и гордостью отечественного автопрома. Служила долго и почти не ломалась. А ребята-то машине не против. Я тоже не был против. Такой автомобиль не затеряется и среди достижений мирового автопрома. На российских дорогах по-прежнему много копеек. Правда, большинство из них переделаны и осовременены. Как правило, водители пичкают машину электроникой и выставляют авто на разных соревнованиях. Для Максима дедовская копейка стала первым автомобилем. Несмотря на возраст, машина его полностью устраивает. Говорит, его Наташка не для продажи. Прослужить авто может еще как минимум лет 20. Павел Фитилев, Олег Буланов. Новости Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова